Получить количество безработных, жителей региона и помочь им организовать собственное дело. Эту миссию выполняет окружной центр занятости населения. Программа по самозанятости действует уже три года. За это время начальный капитал на открытие бизнеса получили порядка 30 человек. О том, кто воплотил свои мечты в реальности, расскажет Алена Валей. В статусе безработных жителей региона Елена Белкина числилась всего месяц. После увольнения ей удалось воплотить в жизнь свою мечту – стать бизнес-вумен. В центре занятости населения ей помогли правильно составить бизнес-план. Рассчитать первоначальные расходы и рентабельность клуба детского развития и группы по воспитанию дошколят. После защиты своей идеи Елена получила по программе самозанятости населения более 100 тысяч рублей. В первоначальном этапе, на самом первом, я эти средства потратила, естественно, на аренду помещения, так как для садика необходимы помещения, то есть тёплые в центре города. Я потратила на аренду, на интерьер, на мебель и, естественно, на игрушки. Ну и там немножко что-то на конселярию, то есть чтобы детям было чем заниматься. Цветная бумага, карандаши, вот и тому подобное. Клуб детского развития существует уже год. За это время появились постоянные клиенты. На вопрос, возможно ли самостоятельно открыть своё дело, Елена без раздумий ответила нет. В наших здесь условиях это нужно иметь либо первоначальный капитал собственный, что вряд ли у кого-то из молодых людей, которые хотят открыть своё дело, есть. Поэтому от центра занятости эта программа очень помогает тем, кто хочет действительно реализовать, открыть своё дело даже на первоначальном этапе. Сейчас дети посещают группу только полдня. В планах открыть полноценный детский сад. Свой бизнес-план по открытию в городе массажного кабинета защитил ещё один экс-безработный – Валерий Чумаков. Денежную поддержку от центра занятости планирует потратить на покупку необходимого инвентаря – стола, масел, полотенец и пледов. Я хочу сделать упор на то, что мои услуги будут отличаться от других массажных услуг тем, что я буду выезжать непосредственно на дом, на клиентах, что, я думаю, будет очень удобно для таких людей, которые работают допоздна или у которых очень тяжёлый труд. Вместе с Валерием финансовую поддержку от центра занятости населения также получили ещё три будущих предпринимателя. Деньги будут направлены на открытие в регионе социальной парикмахерской, крестьянско-фермерского хозяйства и организации по проведению ремонтных и строительных работ. В рамках этого проекта его предполагается открытие новых рабочих мест. Порядка семи человек он готов принять. И в основном будет брать их от центра занятости. В том числе готов рассмотреть вопрос о трудоустройстве граждан с ограниченными возможностями здоровья, что для нас тоже важно. Открытие дополнительных рабочих мест – один из критериев, по которому выбирали победителей конкурса. Проекты будущих бизнесменов рассматривались на комиссии. Также среди критериев отбора были рентабельность и востребованность новой организации.